всем привет у нас прямой эфир сегодня кое число у нас славик 21 января я снова вышел на замену на 18 маршрут сейчас мы отправляемся с коротовича едем в сторону нового района тут знак стоп остановились зафиксировали буквально чуть-чуть и газу направо человек у нас салоне немного уже вечер время 17 12 убавим яркость на нашем мониторчике вот так чтобы он нас не слепил а на замену я вышел на новом автобусе с номером 6405 на спидометре 9000 надо было уступить ему здесь но уже ладно извини на спидометре 9000 49 километров новый автобус чисто 0 целлофане включим елочку вот такая елочка симпатичная включим ее освещением и будет у нас автобус с настроение с новогодним настроение вчера кстати вот случился такой случай был что я ехал на грушевского если не ошибаюсь и там школьный автобус закончился у него дизель в бензобаке и мужик доливал а фотку вы уже могли увидеть в ютубе во вкладке сообщество интересный был случай а у меня такого даже вот не случалось чтоб я ехал и закончилась у меня никогда ни разу один раз я ехал с папой из ужгорода в одессу на трассе у нас уже заканчивалось но мы все таки успели заскочить на заправочку и заправиться а топливо оставалось у нас буквально может быть на 20 км может быть тоже был такой интересный случай а фотки эти где то есть у меня такой где они если я их откопаю я вставлю в это видео так тут никого нету едем дальше идем мы по графику вроде бы может быть чуть-чуть опаздываем потому что вечер уже немножко были пробочки тут справа вот уж городский замок наш старинный замок и рядом с ним снизу подножия вот тут уже взяли какой-то дом такой выстроили симпатичный но но возле замка я бы не строил ничего потому что это все таки культурное наследие так у нас тут никто не выходил и мы продвигаемся дальше тут на мосту уже пробочки видим а сегодня вообще были пробки был лед утром опаздывали мы минут двадцать и больше кто как опаздывал то пол часика по двадцать минут а вчера такое было тоже интересное что я ехал вечером был или во сколько там я уже не 4 часа или 5 не помню 6 и резко такая вьюга налетела снег это все замело интересно было ты едешь и не видно ничего так было как-то сказочно я бы сказал да это было сказочно я ехал и балдел так у нас тут красный свет дороги нет а я сейчас вот еду и разговариваю со славиком своим напарником да славик а он все слушает но мы его конечно же не услышим потому что я вот с наушничком таким в ухе руки у меня свободны и вроде бы это не запрещено по правилам скорее всего фотографии больше вроде никаких новых нету если будут я вставлю а забыл сказать я сказал или нет что я и сегодня работаю тоже вышел на замену на замене так тут у нас анкудинова никто не выходит кто-то звонит еще андрей звонит сейчас я с ним поговорю алло да андрюха здорово драгу роблю и видео только снимаю когда да 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 ты я хочешь я хочешь ну 0 и пращать да личный снова сапущал но давай давай так тут мы уступаем смотрим за пешеходами чтобы они здесь ничего не так славик на удерживание славик все звонил зайчик зайчик побегать так не не еще нет я еще едут так еще два человека у нас заходят и да и дмит дачу и круток билетики берите билетики или как сказано да или как сказано в известном фильме кто купил билетов пачку тот получится или что-то получше а раньше был у нас на 16 я помню такой цилиндрик назывался спорт лото вроде бы давно-давно это было уже а вот цвет у него я вспомнить не могу то ли желтый был то ли белый нет вроде желтый был желтого цвета был я не помню да 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 там были не помню не помню сколько денег они стоили может быть но мы там с батей один раз что-то по моему мы купили и не выиграли мы там ничего но выиграла зато государство это был это был какой-то год я не помню 90 год или какое в этом году я пошел в школу 90 год школа номер 9 и вот мы к ней кстати мы рядом с ней вот она там справа уже ее можно увидеть русская школа кстати а сейчас это лицей с экономическим уклоном если я не ошибаюсь честно говоря даже и не знаю так можем посмотреть женщины не пропустил потому что она шла как-то неправильно сбоку остановка вся на забита у нас видите приходится мне вставать прямо на дороге сейчас я загружусь еще таксист тут вклинивается хотя там знак остановка запрещена и тут все стоят под знаком елку у нас уже сложили а у нас в автобусе еще елка не сложно а сегодня кстати вот этот автобус у нас что разукрашенный весь гирляндами его сегодня и или завтра будут разбирать я завтра отдыхаю и может быть схожу сниму видео как оно устроено если успею если смогу а если нет то нет а если нет то не смогу мы на улице льва толстого лаз едет навстречу нам он гвая будет вести а тут справа швейная фабрика а развозит часть работников на икарусе таком обрубки мужчина тут мы уже не успеем в график мы пока что спокойно вкатились с обедом а вечером должны быть пробки еще немножко сбавлю яркость монитора и будем ехать желтый зеленый и потихоньку поехали едем в сторону отеля ужгород как тут симпатично сделано и в сторону 16 этаж то есть туда налево сейчас включаем левый поворотник здесь и с правого рядом идем опять же в правый ряд уступаем тем кто на кольце да там автобус какой-то черный левый экспресс да здоровый здоровый у него три оськи едет он на словакию он поехал наверное на горнице на кошица или на братиславу тут включаем правый поворотник и в правый ряд встаем согласно правил как раз нам попадается зеленая волна остановка 16 этажка спереди восьмой маршрут нас так сказать улупил так в лужу не встаем встаем вот немножко тут а спереди у нас стоит большой отель закарпатья это бывший интурист но он такой серый весь и невзрачный а уж город отель он шикарный изнутри вот я не знаю если честно но раньше я помню в девяностых мы еще были школьниками и ходили играть в отель ужгород а там внизу были такие игровые аппараты были там был морской бой он самый был крутой такой интересный и запах в этой резиновой трубке был интересный специфический потом там были машинки или нет там был самолет там был самолет был снайпер и было еще что-то не помню что самолет морской бой снайпер вот не помню а фоток сейчас уже наверное и не найти интересно было одна игра стоила пятнадцать копеек снег вон чистит снегоуборочная машина а это он остановился у него сейчас перекур видимо так тут что-то с мерседесиком да аварийку включил видимо не едет или это citroen citroen от музычки звук сбавлю у себя еду дальше немножко уже вечер немножко становится скользко утром было кстати минус двенадцать было достаточно холодно сейчас минус два а у нас начинается час пик снежок снежок уже начинает потихонечку потихонечку падать и это значит что что будут пробки сейчас юрчик смеется я включил свет он видит что я с камерой на голове и смеется а сейчас мы откроем двери с помощью нашего монитора вот устанавливаемся раз-два руки здесь вот они открываются и также мы двери закрываем на задних никого задние закрываем и средние закрываем все вышли и вот все готово сенсорный монитор творит чудеса так парень на опеле или девчонка не хочет нам уступить Ивано-Франковские номера на опеле ну и большинство у нас конечно же не знает правил дорожного движения люди права себе купили еду дальше уже начинаются пробки у меня отправка с эпицентра через две минуты я еле-еле успеваю свой график а пробки у нас из-за этого что город сжатый а машин все больше и больше и здесь вот кстати взяли на Легоцкого нет расширить бы улицу автомобильную они ее взяли наоборот сузили мы когда с пацанами это все увидели мы просто были в шоке 80 ой суточный пробег то есть вернее пробег за смену 90-85 минус 89 25 160 километров выключаем елочку она симпатичная выключаем елочку маршрут закончен закрываем все и выключаем